Большая перемена длиною в 6 месяцев. Всероссийский конкурс для школьников стартовал в марте и закончится в конце октября. Большинство мероприятий проводились в дистанционном формате. Старшеклассники могли выбрать одно из девяти направлений конкурса. Новые медиа, искусство и творчество, экология, среда обитания, здоровый образ жизни, наука и технологии, добро, туризм, историческая память. Это первый такой масштабный проект, который представляет возможность школьникам с 8 по 10 класс проявить себя в интеллектуальном развитии, в профессиональной ориентации, в определении своего дальнейшего жизненного пути, в представлении каких-то своих творческих проектов. В заочном этапе приняли участие более миллиона школьников от 14 до 17 лет. 6 тысяч подростков дошли до полуфинала, который проходит в офлайн-формате в нескольких регионах. Среди полуфиналистов оказались и 8 учеников из Сарова. Школьники отправились защищать свои проекты в Нижний Новгород. Полуфинал включает в себя различные образовательные проекты, защиты проектов. Ребята смогут не только уже общаться с экспертами и обучаться по каким-то образовательным маршрутам, они смогут уже представить свой проект, который они разработали, защитить его, представить. Начались занятия с торжественной церемонии открытия полуфинала одновременно в трех округах – в Федеральном, Южном и Привожском. Впечатлениями от первых дней полуфинала поделились школьницы Екатерина Торопова и Ксения Зубова. Обе девушки работают над кейсами в номинации «Твори». На открытии стояла творческая и дружеская атмосфера. Мы познакомились с новыми людьми, с схожими интересами, с разных районов нашего федерального округа. На церемонии открытия перед участниками проекта выступили популярные артисты, с некоторыми был организован телемост. Скоро у нас начнется образовательная программа, где нас разделят на команды, и мы приступим к решению кейсов. Мы получаем огромное удовольствие от пребывания здесь и сделаем все, что возможно, чтобы пройти в финал. Финалистами конкурса станут 1200 человек, а победителями – 300 учеников 8-9 классов и 300 десятиклассников. Последние получат приз в размере 1 миллиона рублей, которые смогут направить на оплату обучения, ипотеку, бизнес-стартап и баллы для поступления в ВУЗ. Ученики 8-9 классов получат по 200 тысяч рублей. Все финалисты конкурса получат путевки в Артек. 20 лучших школ смогут получить финансовую поддержку для создания образовательных возможностей и технического оснащения. Елена Грецкова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.